Есть ли жизнь при ставке в 18%? Когда же ее, наконец, начнут снижать? Что будет с рублем? Что будет с экономикой России и фондовым рынком Российской Федерации? Я предлагаю разобраться в этом ролике. И для того, чтобы сразу погрузить вас в правильный контекст, я хотел бы сделать небольшое лирическое, но очень важное замечание и, скажем так, парировать выпады многих экспертов, блогеров и прочих деятелей, которые на текущий момент критикуют действия Центрального банка Российской Федерации. Ну а для вас, дорогой зритель, я хотел бы показать другую сторону медали и тот формат, что такую информацию не стоит воспринимать серьезно, а исключительно в качестве развлекательного контента. Так вот, вы всерьез думаете, что Центральный банк, когда принимает решение по процентной ставке, он делает это просто как пальцем в небо, такой... 18, да? Так вот, многие эксперты, блогеры и прочие финансовые деятели критикуют Центральный банк, говоря о том, что текущая инфляция в России вызвана не монетарными причинами, а имеет несколько другое происхождение. Ну, допустим, там, издержки выросли, да, с точки зрения транзакционных платежей, с точки зрения дефицита рабочей силы и так далее и тому подобное. То есть, соответственно, что типа с текущей инфляцией бороться с повышением ставки это бесполезно, глупо и вообще нелепо, да? То есть, вы всерьез думаете, что все эти блогеры, я, кстати, среди этих всех блогеров, экспертов и так далее, не видел ни единого эксперта уровня Грефа, Костина или же Владимира Владимировича, которые одобряют действия Центрального банка. И не просто одобряют, а максимально поддерживают. Подтверждение сказанных мною только что слов я рекомендую посмотреть. Ну, вот я бы хотела здесь спросить банкиров даже, потом, может быть, отвечу. Вот представьте, у нас сейчас инфляция годовая больше 8%, да? И люди, кстати, не считают ее низкой или умеренной, они ее считают высокой, инфляцией. И мы начинаем снижать ставку, вот гипотетически начинаем снижать ставку до 4-5%. Что будут делать банки? Побегут ли они давать дешевые длинные кредиты? Вот мне хотелось бы спросить, что вы будете делать и какой результат вы увидите? Если можно, коротко. Андрей Леонидович, побегут. Может быть, я ошибаюсь, и банки будут себя вести не так, как я ожидаю. Если мы ставку сейчас ключевую понизим. Ужас будет. Нет, я вообще считаю, что все правильно. Вот у меня в банке есть юрист. Когда позовешь его, скажешь, слушай, Леша, как правильно вот сделать так, чтобы все было правильно по закону, по всем правилам? Он говорит, как скажет, Андрей Леонидович, так и будет правильно. Я считаю, как скажет, шикарный юрист, я его обожаю. Я считаю, как скажет, Илья Леонидович, с кем задуманно, так и правильно. Будет 18, значит, 18. Потому что инфляция, это большая беда, действительно. Большая беда. Я вот работал в Лондоне в своё время, там была такая Тэтчер. К другому только из-за того, что мы понизим ключевую ставку. Очень хороший. Германовский, короче, как на духу. Это был бы сигнал всем банкам и вообще всей экономике здравомыслящей, что последний здравомыслящий наш институт под названием Центральный банк дал какой-то серьёзный сбой. Скорее всего, все просто-напросто перестанут вообще выдавать деньги, потому что непонятно, что делать в таких условиях. То есть, и вы всерьёз думаете, что все эти псевдоэксперты, псевдоблогеры, они обладают информацией большей, чем обладает Греф, Костин, Дерипаска, Набиулина. То есть, вы должны понимать, как вообще принимается решение по процентной ставке. Если вы думаете, что Центральный банк это конь в вакууме, который просто сидит и они там просто за государственные харчи просиживают деньги, и такие, ага, ну сегодня ставку сделаем 16, завтра 18, после завтра 2, да пофиг, как говорится, будь что будет, да? Но нет, есть какая-то генеральная линия. То есть, любое, по факту, центральная ставка, доставка Центрального банка, это и политическое решение в том числе. Поэтому, соответственно, в данном конкретном случае, если вы думаете, то есть, это решение, это пересечение огромного количества интересов. То есть, когда Центральный банк принимает решение о процентной ставке, он измеряет температуру абсолютно по всем направлениям. Вы хотите сказать, что у всех этих блогеров на прямой линии есть миллиардеры с владельцами бизнеса, да, крупного, которые двигают нашу экономику и влияют на нее, да? То есть, они, у них есть миллиарды, чтобы влиять на эту экономику? Нет, но они почему-то сидят и, как говорится, диванные войска рассказывают, что Центральный банк сделал не так. Но об этом поговорим чуточку позже. Так вот, как принимается решение? Есть свои лоббисты у каждой компании, которые заинтересованы в каком-то решении, которые понимают, что у них сейчас в компании происходит, как с этим делать, как с этим быть. Они дают обратную связь Центральному банку. Есть правительство, у которого есть главная задача. И на текущий момент я вам хочу сказать, что борьба с инфляцией – это консенсус, точнее, это общий вектор, это заинтересованность абсолютно всех сторон. Почему? Да потому что это самая главная болячка, самая главная рана, которая еще не затянулась ни у кого, ни у народа, ни у правительства, ни у владельцев бизнеса после 91-го и после 98-го года. То есть, и, соответственно, не дать выпустить джина из бутылки, там дан карт-бланш для Центрального банка. Поэтому, если надо будет, повысить ставку и до 20, и до 22. Теперь возвращаемся к вопросу. Да, возможно, инфляция и вызвана другими причинами, такими, как усложнение платежей за рубеж, то есть, соответственно, от этого страдает импорт, такими, как нехватка рабочей силы, из-за этого растут зарплаты, такими, как бюджетный импульс, из-за этого растет спрос в экономике. Но понимаете, в чем проблема? Неужели вы всерьез думаете, что сейчас можно взять по мгновению волшебные палочки, наладить все эти платежи, когда там стоят церберы в виде Соединенных Штатов Америки и стучат по головам и отрубают все эти только налаженные маршруты? То есть, ну, вот такая вот себе кошки-мышки игра получается, да? Неужели вы думаете, что можно вот так вот взять и просто завести себе паровоз мигрантов? Вот уже завезли, да? Соответственно, получили, скажем так, небольшой кризис в этом, в миграционной политике. Или там африканцев. Что? 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 Каким образом? То есть, вот вы эксперты, которые советуют или что-то рекомендуют. Но если вы на сто процентов уверены, поднимите свою жопу, почему вы еще сидите? И идите в Центральный банк, доносите свою позицию, станьте Эльвирной Биульной и сделайте так, как считаете нужно. Ведь вы же на благо Родины планируете. А, не хватает информации, а не уверены сто процентов. Так, а хер? Ладно, да? Лирическое отступление, да. Вот. И, соответственно, возвращаясь к вопросу, то есть, значит, скорее всего, если этого не происходит, есть некоторые проблемы, которые на текущий момент не решены. И получается, что текущая процентная ставка, это своего рода как дамба, да? Которая сдерживает вот этот огромный поток ликвидности и денег, который копится сейчас благодаря процентной ставке на депозитах. Да? То есть, люди не тратят их, а в основном пытаются сберечь. На это и направлена денежно-кредитная политика, да? То есть, чтобы люди сейчас на текущий момент не побежали тратить, то есть, чтобы не получилась вот эта инфляционная спираль. То есть, если сейчас будет ставка недостаточно сильной, просто начнет расти инфляция. А эта инфляция, как самая зияющая рана в сердцах и головах всего населения, она сразу даст о себе знать. То есть, люди увидят Росцен и начнут еще больше тратить. Все, привет, привет, паровозики. То есть, все приплыли. Ну, то есть, как бы из этого вылезти еще сложнее. И поэтому Центральный банк повышает ставку, она выступает своего рода дамбой, которая не дает пока, ну, кечь. То есть, есть тут вот, да, шлюзы, которые спускают, чтобы экономика работала. Но остальной излишек, он его держит для чего? Чтобы дать возможность и время наладить все те процессы, которые сейчас сбиты. Вот как раз те проблемы, которые и сейчас являются узкими местами в экономике России и приводят к появлению инфляции. И, соответственно, по мере расширения этих узких мест будет инфляция снижаться. Это позволит снизить ставку и, соответственно, больше направить жидкости, да, шлюзы больше спустить. То есть, приоткрыть движение. И это, естественно, не приведет тогда к росту цен. То есть, все будет сгармонировано, понимаете? То есть, получается, что логично. То есть, в таком случае мы опять-таки возвращаемся. То есть, скорее всего, учитывая, что там информации больше, да, то есть та же самая, та же Эльвира Набиулина напрямую общается с Грефом, напрямую общается с Костяным, напрямую общается со всеми руководителями банков, которые четко знают, сколько кредитов выдано, какие, какая кредитная нагрузка. Это из первоисточника, а мы все и все остальные, в том числе эксперты, потребляют ту информацию, которую им дозировано и в нужном количестве выдает вот этот круг лиц, да, еще и с целью защиты от санкций в том числе, чтобы не было, скажем так, каких-либо поводов, какие-либо санкции дополнительно ввести. То есть, понимаете, то есть люди, обладая ограниченной информацией, да, пусть как в чем-то разбирающейся, пытаются судить человека или орган, да, где там десятки тысяч человек работают, ну, или там сотни, окей, на предмет, что они не так поступают. Ну, не кажется ли вам, что это глупо, да, то есть, соответственно, отсюда для чего было это лирическое отступление, чтобы вы понимали, как базируется, как строится решение по процентной ставке. Теперь в априори мы будем исходить из того, что центральный банк прав, да, и в нашем конкретном случае, если мы говорим об экспертах, тут важнее заниматься не тем, а прав или неправ, а тем, а что делать и как быть, и к чему это ведет, то есть, какие последствия. Инфляция это всегда есть последствия каких-то действий или бездействий, то есть, соответственно, так же и в этом случае. И отсюда можно сделать вывод, да, что по действиям центрального банка, по действиям правительства, по действиям того, что они делают, можно сделать один важный вывод. Инфляцию они поборят. Это ключевая, то есть, миг Данкан-Бладш, они будут идти до конца. Надо будет 20, сделают 20. Надо будет 22, сделают 22. Но нужно инфляцию задавить. И это главный вывод, который нужно сделать из действий центрального банка, из инфополя, которые, ну, заявлений, которые находятся сейчас в инфополе, Писков заявил, что они каждый день на связи с новым банком, с правительством, и что инфляция является одной из главных задач, ее нужно побороть. То есть, значит, соответственно, у правительства такая же первостепенная задача. Становится логичный вопрос, да, а хорошо, что тогда будет с инфляцией? На этот момент у меня есть большой лонгрид на проекте спонсор. Ссылка будет в описании. Если интересно, можете, не можете, а рекомендую подписаться, читать. Я просто в силу, чтобы было честно, как говорится, не буду дублировать сюда бесплатно эту информацию, потому что подписчики за нее платят деньги, да, скажем так. Но я выделяю два сценария. Это краткосрочно негативный и долгосрочно позитивный. Так вот, краткосрочно негативный сценарий ведет к тому, что действительно в краткосроке может быть повышена ставка до 20-22, но глобально мы находимся у пика инфляции. И все причины, факторы и цифры, естественно, там в материале. А долгосрочно позитивный сценарий, естественно, говорит о том, что долгосрочно все будет позитивно. И на текущий момент мы находимся практически, то есть либо у пика, либо практически у пика по процентной ставке инфляции. И в ближайшем будущем, в каком, спрогнозировать сложно, потому что Центральный банк хоть и говорит о том, что ближайший год, там до 2025, до первого квартала снижать не планирует, но ситуация может очень резко поменяться. И в данном случае движение по процентной ставке будет зависеть не только от ситуации в экономике России, но и во многом от того, что будет происходить в мире. Потому что, скажем так, на текущий момент из-за глобализации многие денежно-кредитные политики многих стран, естественно, связаны и повязаны друг на друга. То есть яркий пример, там тот же Центральный банк Японии, который вынужден был из-за большого дифференциала повысить ставку. И мы видим, что после повышения японский Nikkei индекс теряет огромное количество процентов. Поэтому, соответственно, в текущих условиях я продолжаю придерживать своего мнения, что ОФЗ длинный с постоянным купоном куда более интересный инструмент инвестиций на текущий момент на российском фондовом рынке. Причем я делаю более агрессивную ставку на эти ОФЗ. Что это за ставка и почему я ее делаю, есть на спонсоре статья с названием «Моя ставка на новое правительство». То есть когда после выборов Владимир Владимирович избрал новое правительство, я понял, какой у них будет вектор, какие будут задачи, в том числе частично озвученные здесь и сейчас. И я понял, как на что будет делаться упор. И таким образом я это отразил в своем инвестиционном портфеле. И на текущий момент ни капельки не жалею, потому что падают и облигации, даже сейчас ОФЗ не падают, а индекс Мосбиржи продолжает терять стоимости. Но при этом я сижу с, скажем так, с дивидендной доходностью в 13% годовых против 7% в акциях. При этом потенциал роста, что там, что там, типа при снижении ставки, что ОФЗ вырастут на 50%, что акции вырастут, может быть, а может не вырастут, зависит от денежно-кредитной политики. В любом случае я сейчас, скажем так, на стороне Центрального банка. Таким образом, делая выводы по процентной ставке, все там будет хорошо и паниковать не стоит. Стоит ли вы, кстати, вам сейчас выбирать депозиты вместо облигаций? Мой ответ такой. Если срок ваших инвестиций короткий, то депозит, конечно же, интереснее. Если срок ваших инвестиций долгий, то я бы выбирал длинный ОФЗ с постоянным купоном. Почему? Элементарная математика. Просто считайте. На текущий момент купонная доходность ОФЗ 26243 находится где-то на уровне 15% годовых. Банки вам сейчас дают доходность где-то на уровне 19%, но максимум на полгода. То есть, соответственно, что будет через полгода, сложно предсказать, но, скорее всего, будет снижение. Предположим, что на год вы зафиксируете, окей, на эти полгода вы зафиксируете себе доходность 19% годовых. То есть, разница у вас будет 4%. То есть, 19-15% получаем 4%. Но при этом за ближайшие полгода при снижении потенциального ставки, допустим, до тех же там 12%, что, в принципе, очень вероятно, длинные ОФЗ вырастут в цене на 20-30%. Таким образом, по депозиту вы получите свои 19%, а по ОФЗ вы получите свои 15% плюс рост на 20-30%. Итого 40-50%. Вот такая вот история. Есть ли смысл выбирать депозит, если у вас длинная история, длинный горизонт, или же выбирать ОФЗ? Дело, конечно же, за вами. Я всегда опираюсь исключительно на цифры. Исключительно цифры вам подскажут, что сейчас выгоднее и что сейчас интереснее. Просто думайте, изучайте, повышайте свою финансовую грамотность. В этом вам поможет этот канал и книга. И все будет замечательно. Что касается теперь рубля. По рублю на самом деле все не так очевидно и понятно. Но, опять-таки, пока экономика России это экспортоориентированная экономика, а рубль не стал хотя бы региональной валютой, то, естественно, рубль будет заинтересован в его... Точнее, правительство будет заинтересовано в его снижении. Естественно, плавном, равномерном, чтобы это не приводило к нервозности населения и, соответственно, росту инфляции. Таким образом, любое снижение рубля ниже, там, вот с текущих и ниже, я буду использовать для того, чтобы увеличивать свою валютную составляющую. То есть, весь денежный поток я буду направлять на покупку валютных активов. Если же у вас не было валюты, то это хорошая область для того, чтобы их наращивать. Тем более, что по прогнозам и бюджету, который был заложен в 2024-2025 года, курс рубля закладывался на уровне 80-85, а нефть на уровне 75. То есть, технически, сейчас мы находимся в ситуации, когда курсу рубля нужно будет немножко подупасть. Опять-таки, я не ожидаю, скорее всего, от отвесного и отвального движения. Однако, есть один вот этот краткосрочный негативный сценарий, который базируется на ряде факторов, которые могут, скажем так, сойтись воедино и привести к некоторым неприятным последствиям. Насколько неприятным, нужно будет посмотреть, как говорится. Однако, в среднесрочной перспективе ослабление рубля – это вполне себе закономерная история. Поэтому, валютную составляющую на текущих отметках вполне себе интересно формировать. Что ж, у меня на этом все. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до новых встреч. С вами был Никита Костандарт.